Привет, друзья! Прошло чуть больше месяца с моего последнего отчёта по изменениям в Dota 1.x6. Патчей накопилось много, и пришло время сделать второй отчёт. Для тех, кто не знает, я решил примерно раз в месяц записывать вот такие короткие видео, в которых быстро разберу все новинки в своей игре. Всё же обновлений много, и можно легко запутаться в происходящем. Первую половину июля, кстати, был не дома и не работал, поэтому и новинок в игре чуть меньше, чем за июнь. Но обо всём мы поговорим сразу после небольшой рекламной паузы. Мейджор подошёл к концу, а значит до интернешнала и батл паса в Dota осталось совсем чуть-чуть. Ну а на сайте Epic Loot уже давно работает свой БВ-пропуск, в котором, выполнив все 60 заданий, можно получить бесплатный ДК-хук, а за каждые 15 промежуточных заданий — по случайной аркаде. И только для моих зрителей батл пас там даётся бесплатно, а не за 500 рублей. Помимо этого, у Epic Loot есть ещё куча контента. Например, режим Treasure Hunt, в котором надо помочь кунке добраться до сокровищ. За победу вы получаете дорогостоящие предметы. Ну а с помощью моего промо-кода у вас будет возможность бесплатно выполнить хпакунки, а не ждать целый час. В общем, моя ссылка и мой промо-код будут в описании. Желаю вам удачи. Ну а мы переходим к ролику. Итак, к теме. В этом месяце почти не было глобальных изменений. Темп игры и экономика меня сейчас устраивают, так что большую часть времени я уделил изменению устаревших талантов. Также в этом месяце вышел только один новый герой — Bloodseeker. У него один полностью физический билд через пассивку, который основан на убийствах. За каждое убийство героя или нескольких крипов вы получаете прибавку к атрибутам в 1%. Когда прибавка достигает 20%, способность можно нажать, чтобы лишиться всей этой прибавки и навсегда увеличить атрибуты на 3%. После шкалу можно будет заполнять снова и снова. В общем, довольно сноубольный билд. Убиваете, кушаете статы и становитесь сильнее. Остальные ветки рассчитаны в основном на магию. Это второй скилл, который начинает наносить вам урон, и от этого урона дамажить больше противников. Ульта, который получает новую кнопку притягивания, что позволяет гарантированно убивать мобильные цели. И Блудрейдж, который дает огромную прибавку к урону, но ценой потери здоровья, существенную. И потеря контроля над персонажем, ведь он у нас время и времени провоцирует на ближайших противников. В общем, на мой взгляд, получился довольно хороший и вариативный герой. В следующем в голосовании выиграл Манки Кинг, но его выход задерживается, и сейчас я поставил себе задачу доделать внутроигровой магазин и подписку. Поэтому подозреваю, что к следующему отчету выйдет тоже только один герой. Зато дальше я смогу ускориться. Там, кстати, на очереди Лешрак, Зевс и, скорее всего, третьем в голосовании добавлю Марса. Теперь перейдем к общим изменениям. Здесь самое главное — это баунти-руны. Их теперь на карте 9 штук вместо 6. Две дополнительные руны на речках и одна в центре. При этом руны дают намного больше золота в начале игры и теперь также дают 25 очков синей сферы улучшения. При этом вся голда и синие сферы с леса были снижены примерно на это же значение. Другими словами, руны теперь — это хороший источник дохода. Особенно, когда вы не хотите бить лес, а бегаете по карте. Ну или когда у вас в целом всё плохо и вас к фарму не подпускают. Не отчаивайтесь и просто бегаете по карте, собираете руны и как-то ищите киллы. В общем, чуть меньше внимания можно уделять фарму, чуть больше внимания по ходу по карте. Также, кстати, у центральной базы теперь есть один дополнительный лагерь. Вот здесь. Сделано это просто для облегчения игры в миде. Всё же в миде против двух противников играть явно сложнее, чем против одного на боковых линиях. Вторая важная часть в общих изменениях — это ваша база. Скиллы и базы теперь работают по-другому. Раньше молния наносила основной урон, чистый, который ещё и суммировался. И ещё у вашей башни был стан. Сейчас же всё по-другому. Молния больше не дамажит, а просто замедляет и снижает исцеление. Стан убран, и вместо него — айсгласт, который наносит серьёзный урон. Пациентный, чистый. А тычки тавера теперь имеют эффект пассивки урсы, и со временем дамажат всё больше и больше. Также реген от фонтана теперь отключается, если вам наносят урон. То есть нельзя просто стоять на базе, и вас там никто не убьёт. Теперь это довольно опасно. Для чего всё это сделано? База вначале теперь посильнее, ведь урон от ударов тавера физический, и без большого количества брони и хп долго находиться там не получится, ведь башня бьёт всё больнее и больнее. Зато в лейте пушить намного легче. Никакого регена для противника, никаких станов, никакого чистого урона от молнии. Только тавер, который бьёт довольно больно физическим уроном, от чего можно защититься. Часто шрайны в лейте даже можно будет игнорировать и сразу пушить башню. В общем, спушить более слабого противника на поздней стадии теперь намного реальней, и это делает игру активнее. Более того, когда вы наносите базе противника урон, теперь появляются вот такие стенки, которые не пускают других игроков. Это опять же облегчает пуш. Никто не придёт и не будет вам мешать, не будет стилить тавер и так далее. Пушить теперь безопасно. Также гранаты теперь уехали в отдельный слот, и его теперь можно биндить, вот тут написано как. Так что вам больше не нужно их перекладывать постоянно, опять же заходите и просто пушите. Напоследок пара слов про систему снижения урона. Это та самая, которая снижала на 15% урон по герою, если вы его убили. Теперь снижение только на 10%. Но теперь она ещё работает и в обратную сторону. Противник также начинает вам дамажить на 10% больше. Другими словами, если вас убивают в начале игры, дать сдачи теперь намного реальнее. Уже после трёх киллов вы будете наносить на 30% больше урона, а противник на 30% меньше ПВА. Так что не отчаивайтесь и всегда старайтесь драться. Рано или поздно у вас это точно получится, и вам дадут кучу денег за убийство. С общими изменениями вроде всё. Остались изменения героев и предметов. Список изменённых героев сейчас довольно большой. Это Блэдфьюри Джиггернаут, Хук Путш, Ульт Путш, Агра Акса, а также Горелка и Ульт Акса. Немного. Причина изменений для всех тех талантов — это плохие или скучные механики. У Джакера это было банальное увеличение урона от ловкости в Блэдфьюри. У Акса просто снижение урона в Агре, у Пуджа ульта, которая никак не меняет геймплей и так далее. В общем, устаревшие таланты, которые не соответствуют нынешним принципам игры. Изменений героев за это время, конечно же, было больше, и у кучи героев таланты поменялись просто в цифрах, по чуть-чуть. Это я делаю постоянно. Просто время в ролике тратить на это я не хочу. Но если вам это важно, чтобы не пропускать каждый патч, вы можете заходить в мой дискорд. Там можно будет удобно почитать все обновления, вот на этом канале. Ссылка будет в описании. Итак, теперь пойдем по порядку по героям. Джаггернав через Блэдфьюри теперь полностью магический билд. Вы получаете новую кнопку, которая запускает Блэдфьюри в указанную точку, как ультимейт Тимбера. Через 3 секунды Блэдфьюри возвращается к вам. Урона от такого Блэдфьюри в 2 раза больше, чем от обычной крутилки. А перезарядка сокращается от нанесения урона Блэдфьюри, либо с помощью этого скилла, либо с помощью обычной крутилки. В общем, в драке вы будете постоянно спамить скиллами, что даст солидный магический урон на дистанции. Другие ветки Джаггера тоже чуть поменялись. У Варда теперь есть 2 новых Эпика, которые помогают наносить урон, а не только выживать. У этой ветки была явно проблема с дэмэджем. У критов активная способность теперь короткая, всего на 4 секунды, зато мало кулдаунится. А у ультимейта новый Эпик, который позволяет отпрыгивать по кончине Омнислэша. Стоит также отметить, что сам Омнислэш на базовом уровне теперь намного слабее, чем в доте. Все же это был слишком сильный спелл. Так что Джаггер сам по себе теперь не такой сильный герой, как раньше. Он уже не будет вас убивать за одну кнопку. Это задавало довольно странный геймплей, в котором вы боитесь использовать эту способность не вплотную, лишь бы не промахнуться. Ведь иначе вы потеряете свои стаки. А если вы делаете все правильно, то противник получает по 1000 чистого урона за каждый хук и ничего не может с этим сделать. И то и другое супер плохо для игры. Сейчас новая легендарка на хук это старый Эпик, который запускает 3 хука вместо одного. При этом за каждую атаку кулдаун хука будет сокращаться на 1 секунду. Другими словами, это сейчас полурад клик бьют, который невозможно закайтить, ведь у вас почти нет перезарядки на хуке. В пользу этого идет новый Эпик, который наносит по одной атаке за каждые 250 дистанции притягивания хуком. Чем дальше была цель, тем больше будет атак, больше урона и тем меньше кулдаун хука. В общем, полумагический, полуфизический билд. Ульты же тоже новая легендарка. Ее старый эффект теперь фиолетовом таланте, где ему и должно было быть место изначально. Легендарку он явно не тянул. Легендарка же дает новый скилл. Вы буквально кушаете противника на 6 секунд. Пока противник внутри вас, он теряет под 10% текущего хп в секунду, а вы хилитесь на это значение. Плюс противник сам не может хилиться, как под альтой аппарата. Важная штука. Противник может нажимать скиллы и бить вас. Если он вам отнимет 40% здоровья, то он вылезет наружу. Другими словами, ваша задача иметь как можно больше хп и сейвов, а задача противника как можно быстрее вас надамажить. Основное назначение скилла это переждать кулдаун ультимейта. Со всеми талантами и актерином, КД будет примерно такое, что вы сможете нажать ультимейт, потом съесть, побегать с противником в животе, потом снова нажать ультимейт. Это очень много урона. В общем, путь через выживаемость. Ну и остался Акс. У него буквально не было легендарки на агр. Там было просто снижение урона и исцеление у противника. От всех таких талантов я буду избавляться, ведь они никак геймплей не меняют. Стоит отметить, что блэдмейл в игре стал намного слабее, о чем мы еще поговорим, урона с него просто меньше. И сам Акс тоже слабее, у него теперь длительность агра на секунду меньше, чем в доте. Другими словами, это больше не тот герой, который прыгает с пленком и убивает вас за один агр с блэдмейлом. Теперь тут все немного посложнее. Новая легендарка на агр увеличивает вашу скорость передвижения и позволяет провоцировать противников все время действия способности, а не только в начале. Также, чем меньше у вас было хп в момент использования агр, тем дольше он будет длиться, и тем лучше будут работать другие таланты. То есть, вы можете на лоу хп нажать агр, получить бонусы от него, за счет которых не умереть, и просто побежать противника. В целом, это билд все еще через взрываемость и возвращение урона. Просто теперь противник не теряет исцеление и может хоть как-то пережить ваше нападение. А у вас просто появилось больше геймплейных фишек. Легендарный талант на горелку и ультимейт тоже чуть изменились. Горелка теперь сбрасывается не нанесением урона, а разрывом дистанции с аксом. Ведь пока он рядом, горелка обновляется во время действия, как старый дум с аганимом. Ак же больше не может просто ее кинуть и убежать на бой конец карты, ведь она сразу исчезнет. Ультимейт же теперь нажимается при любом здоровье противника, а не только выше 80%, но дамажит намного меньше. Плюс кулдаун ультимейта сокращается до 4 секунд, если цель осталась больше, чем половина здоровья. Другими словами, быстро прыгнуть и убить кучу урона вам уже будет труднее. Зато в долгой драке вас намного труднее кайтить, ведь вы можете постоянно нажимать новую кнопку, прыгать на противника и нормально с ним драться. Ну и под конец ролика пройдемся по предметам. Здесь ситуация следующая. Станик и Башер, два главных айтема для арткликеров, были сильно порезаны. Башер теперь дольше кдшится и меньше башит, а Станик просто мало хилит. Слишком уж это сильные эффекты для драки 1 на 1. Радик и Балдстоун же стали намного сильнее. Радик наносит ощутимый урон от максимального здоровья противника, а Балдстоун теперь хилит намного больше, чем в доте. Другими словами, маги получают свой аналог Сатаника, и вместе с Радиком им должно хватать урона на самые плотные цели. Также поменялся Блэйдмейл, как я уже говорил. Он теперь намного меньше наносит урона, только 40% вместо 100%, что убирает ваншоты через агр и дуэль легионки. Зато под конец действия он исцеляет, в зависимости от количества возвращенного урона. Покупать этот айтем можно теперь не только на Акс и легионку, но и на других плотных героев просто для выживаемости, например на Пуджа или Бладсикеры. Вот вроде и все. На очереди по изменениям у меня Контр Спелл Антимага и Ультимейт Хускара, ведь это опять же легендарки без геймплея, совсем как старый Агар Акса. Также, как я уже говорил, в скором времени я доделаю внутриигровой магазин, и можно будет прокачивать свой уровень героев, прям как в Дотоплюсе. Плюс у вас будет колесо чата, и может быть даже возможность покупать внутриигровые предметы, за валюту, которая будет даваться за то, что вы играете. У меня вроде все. Следующий ролик я выпущу когда-то делаю Манки Кинга, это примерно через пару недель. А на сегодня я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр, и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok